Всем привет! Продолжаем нашу рубрику «История религии». Я, кстати, не помню, какой у нас по счёту ролик. Ну, в общем, вы посчитаете. А, вот мне подсказывают, что седьмой? Нет, шестой. Блин, сбился. Хорошо, пускай будет шестой. Вот мы с вами дошли в прошлый раз до образования иудейского царства. И то, как оно начало жить-поживать, добра наживать, и на религиозной почве в том числе. А теперь я хочу отойти немножко назад и посмотреть на данную историю из-под земли взглядом археолога. Это очень важно, потому что археология – та наука, та часть исторической дисциплины, которая за последние десятилетия дала просто невероятный толчок вообще всему процессу изучения прошлого. Конечно, она дала этот толчок и значительно раньше, но если мы говорим про риблейскую историю, то это конкретно последние лет 50, когда есть массовые серьёзные находки, которые компонуются вместе и дают уже целостную общую картину. Не выхватывают какие-то отдельные моменты прошлого, а позволяют эти моменты слить в единое полотно. Полотно истории, которая на самом деле захватывающая и завораживающая. Для начала мы хотели бы обсудить вот что, а именно такой момент, как исход евреев из Египта. Вот та самая знаменитая сага, на самом деле потрясающая сага о проживании евреев в Египте, о том, как они поссорились в конце концов с фараоном и как вынуждены были бежать в числе 600 тысяч человек обратно в землю обетованную. По дороге получили завет, точнее заключили завет с Богом, стали богоизбранным народом и смогли отвоевать свою родину. Это потрясающе сильная история, которая изложена в Библии. Мы, кстати говоря, сейчас именно её вкратце и перескажем, это важно. Дело в том, что в исходе описаны две очень важные драматические, я подчёркиваю, они в первую очередь не исторические, а драматургические линии. Это, во-первых, чисто политическая линия, это жизнь, точнее попадание сначала евреев в Египет, жизнь их там, а потом изгнание оттуда, ну и, с другой стороны, это чисто мистическая линия, которые очень органично сплетаются. Это, собственно, общение с божеством. Общение с божеством, чудеса, производимые этим божеством, и, наконец, обретение завета, то есть договора с Богом. Якобы вся эта история подготавливается ещё к книге Бытия, потому что в книге Бытия мы понимаем, как появились на свет сыновья Иакова, как они проживали некоторое время, и как, в конце концов, им взбрело в голову продать своего брата Иосифа в рабство. Причём сначала они хотели его просто убить и ограбить, но потом решили, что всё-таки это некоторый перебор. Поэтому его просто раздели и продали проезжающим мимо купцам, а Иосиф таким образом оказался продан египтянам. Но Иосиф был толковый малый. Кто не верит, почитайте книжку Томаса Манна «Иосиф и его братья». И в Египте он занял очень серьёзные должности. В конце концов, стал чем-то вроде премьер-министра при одном из фараонов. Вместо того, чтобы страшно отомстить своим братьям, он их простил. Уж не знаю зачем, по-моему, поступили, как законченные сволочи. И подтянул с собой родственников, которые в Египте жили 430 лет. И жили, судя по всему, по крайней мере, как там говорит Библия, неплохо. А вот как там говорит по этому поводу. «Сыны Израилева расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та». Это Исход, глава 1, стих 7. Но в конце концов, к власти пришёл новый фараон, который, как говорит Исход, не знал Иосифа. Кстати говоря, было бы странно, если бы он за 430 лет запомнил Иосифа. А так как евреи вроде как были чужаки, которые при этом занимали довольно высокие посты периодически, фараон опасался, что евреи Египет каким-нибудь очередным внешним врагам предадут. Поэтому он решил их, во-первых, с важных должностей подвинуть, а во-вторых, чтобы они зря не кушали, заставить страшно работать. Что и было сделано. Во-первых, он заставил их строить царские города. Один из них очень важен своим названием. Это город Раамсес. И второй – Пифом. Но чем более изнуряли его, народ израилев имеется в виду, тем более он умножался, и тем более возрастал, так что опасались сынов израилевых. И тогда делали жизнь их горькую от тяжкой работы над глиной и кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, к которой принуждали их с жестокостью. Ну, то есть, чем больше было евреев, тем сильнее их боялись, и тем сильнее угнетали. Тем более, чем больше у тебя работников бесплатных, тем лучше. Это называется рабовладение. Однако фараон терпеть не стал и решил поступить жестко. Так сказать, по-бронзовековому. А именно, утопить всех младенцев мужского пола. Одного из этих младенцев не утопили, потому что пожалела его мама, спрятала его в корзинке и отправила его по Нилу. И вот дочь фараона нашла эту самую корзинку, достала младенца, тоже его, конечно, пожалела, стала растить, воспитывать, и он получил имя Моисей. То есть, буквально вынутый из воды. Моисей оказался прямо весь своего пращура в Иосифа очень толковый малый. Тоже занял важные должности при дворе. Но в конце концов он увидел, как надсмотрщик лупит еврейского раба, почем зря. И тут-то он вспомнил, что и он еврей. Тогда он проклял свою должность при дворе, проклял достаток, и ушел в пустыню, в землю мадиамскую, где стал жить жизнью кочевого скотовода. И вот там-то на него снизошло прозрение, которому толчком послужила галлюцинация в виде горящего коста, который разговаривал с ним человеческим голосом. Это та самая неопалимая купина. Так Моисей лично познакомился с Богом, который сообщил ему, что он его Бог, а именно Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. И сообщил ему тайное имя Яхве. То есть, я тот, кто я есть. И сказал, что надо бы, во-первых, вам, ребята, Моисею и, кстати, его брату Аарону, вернуться в Египет и сообщить всем своим, что долго вы так не проживете, потому что фараон намеревается вас вообще всех извести, вам бежать надо. И тогда я вас спасу, выведу из Египта. А дальше происходит интересная драматическая завязка. А именно, с одной стороны, мы только что видели, как Господь Бог сообщил Моисею, что нужно бежать из Египта и выводить своих людей. А с другой стороны, тот же самый Господь Бог ожесточил сердце фараонова, чтобы не выпускали евреев из Египта. И вот, уверенный в Божьей помощи, Моисей приходит к фараону, а он его не отпускает. Вот вы представляете, какой ужас. Но тут-то Яхва явила всю свою справедливость, а именно обрушил на Египет казни египетские. Там было и уничтожение младенцев, и вода в Ниле, превратившаяся в кровь, и нашествие мошкары, жаб и прочей нечисти, и загадочная болезнь с язвами и нарывами, и нашествие саранчи, и так далее, и так далее, и так далее. Да, причём гибель первенцев касалась не только египтян, но и животных, которых содержали египтяне. В конце концов, фараон увидел эти самые 10 ужасных казней, гибель первенцев, кстати, и собственного сына. И тогда сказал, слушайте, от греха подальше, уезжайте, пожалуйста. Ну и множество изырлетян, как говорит нам Библия, 600 тысяч. Страшная на самом деле сумма. Это можно посмотреть в исходе 12-37. Вышли и двинулись по направлению к Синаю. Но тогда фараон вдруг раскаялся в своём решении. И когда фараон отпустил народ, Бог не повёл его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну и не возвратился в Египет. И отвёл Бог народ дорогу пустынную к Чёрманному морю. Ну и дальше мы знаем эту историю, когда фараон догнал, почти догнал евреев. Евреи пошли прямо через Красное море, которое расступилось перед ними. А когда фараон бросил свои колесницы вдогонку, море схлопнулось, и все утонули. Что отражено в библейской песне моря. Кстати говоря, исход, глава 15, стих 1-8. Дальше Моисей провёл израильтян в течение 40 лет по пустыне. Причём вёл их по тщательно отмеченным местам, там, где плохо и нечего есть, и можно нарваться на крупные неприятности. Но как только наступали неприятности, Бог обязательно всех спасал. Закончилось всё, конечно, ну, по крайней мере, не закончилось, а кульминация наступила на горе Синай, где Господь дал 10 заповедей на скрижалях завета, и сказал израильтянам, что поклоняться они должны только Ему, и тогда они будут самым великим народом, богоизбранным народом, которым Господь отдаст всю землю. Кстати, очень интересно читать, что такое вся земля в понимании евреев того времени. Эта земля буквально от Нила до междуречия Тигра и Ефрата. То есть на большее фантазии у Бога не хватило. То есть весь земной шар пообещать он им не смог. Видимо, евреям это было и не очень нужно. В конце концов, 120-летний Моисей добрался до земли Ханаанской, взошел на вершину горы Нево и умер. Так он и не смог лично войти в землю обетованную, но смог Иисус Навин. Вот такая вкратце история, если не углубляться в прочие очень мрачные, кровавые подробности, которые символизируют, по нашим конечным меркам, товарищи Яхва крайне неприятным, очень мелочным и злобным типом. Я даже прям не знаю. Я бы что-то с таким богом не хотел близко общаться. Без него спокойнее. В всей этой истории такое чудовищное количество географических названий, топонимов и этнонимов, что они сами по себе, во-первых, представляют из себя известную историческую ценность как источника, а во-вторых, сообщают глубину повествованию, фактуру повествованию и намекают на подлинность его. По крайней мере, может быть, в своем базисе. То есть, возможно, конечно, эта история сначала была изустная, но потом, в конце концов, дошла и до записи. Тут, конечно, очень-очень много но. Собственно, об этих лет мы и будем говорить. Во-первых, конечно, одно можно утверждать или не утверждать, а очень основательно предполагать, что Египет для ханаанских соседей был весьма привлекательным местом. Почему? Потому что Ханаан это такой резкий средиземноморский климат, где, с одной стороны, да, бывают очень хорошие урожаи, бывает отличная трава для выпаса скота, но бывают и засухи, причем засухи катастрофические, которые буквально могут поставить на грани выживания любое население, которое имеет агрокультуру, равную агрокультуре позднего бронзового века. При этом и в поздний бронзовый век, и гораздо раньше некие племена, точнее, даже роды, правильно сказать, из ханаана во время таких засусливых периодов откачевывали в Египет. Потому что Египет это дельта Нила. А дельта Нила это такая штука, которая пересохнуть просто не сможет. И там худо-бедно орошение есть всегда, при этом есть государственные запасы зерна, то есть просто нанявшись там на работу, можно не умереть с голоду. Ну а когда дома все наладится, можно вернуться. И видимо, видимо, вот этот маятник движения низкокультурных племен из ханаана в Египет и обратно вообще продолжался очень долгое время. Возможно, не одно даже столетие. Скорее всего, даже не одно тысячелетие. Возможно, это заняло процесс где-то вот средний бронза, а возможно и раньше. То есть такое вот такое убежище. И несомненно, просто невозможно, чтобы данный процесс вообще не отразился в памяти народа израильского. Он должен был отразиться, и он отразился. Вот другое дело, что мы не очень понимаем вообще в каком виде израильтяне могли, или точнее правильнее сказать предки, конечно, израильтяне могли побывать в Египте и, собственно, бывали ли они собственно сами в Египте. Потому что тут есть несколько версий. Первая версия, которая была очень соблазнительна долгое время, это версия связи египетских так называемых гексосов с собственно предшествием Израиля. Предшествие в гексосов, а точнее мы это знаем еще со времен школьного учебника, вторжение гексосов, это крайне неприятный момент в истории Египта, который обозначен как жестокое именно вторжение, военное завоевание, об этом говорил историк египетский Манифон о неких иноземцах с востока, собственно, он ввел такой грекизированный термин гексос, который, видимо, можно перевести как цари-пастухи или буквально просто правители каких-то иностранных земель, и вот нам Манифон говорит, что гексосы обосновались в Дельте Нила, основали город Аварис, который стал их столицей, они, собственно, основали, возможно, 15-ю династию египетских царей и довольно жестоко правили с 1670-х до 1570-х годов. Известие Манифона, это же-то позднее известие, оно не аутентичное, тем не менее, как положено ученый в своем позитивистском начале, буквально перевели и буквально воспринимали это известие. но когда начались археологические раскопки, широкие археологические раскопки, пришлось поставить крест на истории о военном вторжении. Это, скорее всего, было довольно постепенное, хотя и массированное переселение как раз из направления Хананской земли. Вот об этом эти раскопки проводил, во-первых, профессор Венского университета Манфред Бьетак, копал он в Тель-Эль-Даба, такое местечко в Восточном Дельте, который как раз идентифицировал как столицу гюксосов Аварис. И тут на самом деле мы видим два момента. Первое, да, в Тель-Эль-Даба очень мощное влияние вообще Хананской культуры, там тебе есть и керамика, и гробницы, и архитектура, зато примерно от 1800 года до нашей эры. А ко времени 19-й династии, это лет, наверное, через 150 после этого, да, где-то около полутора веков, это уже был очень большой город, по меркам, конечно, того времени. Население, видимо, было преимущественно Хананское, и развитие этого города, оно однозначно говорит о том, что не было никакого военного захвата. было пришествие, развитие, эволюция и выдвижение на какие-то очень важные общеегипетские позиции. То есть, почему бы не отождествить евреев с гексосами, евреев Библии с гексосами, ведь они же вроде пришли из той же самой земли, из того же самого направления, и, судя по всему, имели ярко выраженные семитские корни. Это буквально видно по всей археологической культуре. Но тут не всё так просто. Во-первых, вся история, которая хоть как-то основательно, может быть, продатирована, заканчивает историю гексосов 1570 годом до нашей эры. Точнее, 1570 годами до нашей эры так будет правильнее. А если мы представим себе последовательность библейских царей, сравним время их жизни то получится, что даты никак не бьются. То есть, совсем никак. Кроме того, совершенно однозначно мы наблюдаем, что гексосы, во-первых, господствовали долгое время в Египте, а евреи там не господствовали. И, как минимум, нет никаких следов того, что гексосов кто-то сверг и заставил их заниматься тяжёлыми непосильными работами, как это было сказано в Библии. Нет. Это было довольно быстрое изгнание, но оно никакого отношения к библейской саге не имеет. Ну и, конечно, не бьётся хронология и с самими египетскими источниками, потому что город Раамсес это вполне очевидная отсылка к Рамзесу, к фараону Рамзесу. Однако первый Рамзес появился задолго после того, как нам об этом указывает библейская история. То есть, где-то около 1440 года, когда евреи по Библии должны были оказаться в Египте, никакого Рамзеса ещё не было. Он появится, наверное, только лет через 100. Ну или около того. В 15 веке такое название, такой топоним был практически немыслимым. Тем не менее, долгое время многие учёные расценивали это указание, очень важное библейское указание на город Раамсес, то есть, какой-то такой царский, фараонский город, названный буквально по имени самого фараона, как нечто, что является собой эхо подлинной исторической памяти. То есть, как вполне аутентичное упоминание, которое предаёт вообще всей саге об исходе правдоподобности. Но, однако, имелось в виду, что сама Библия некоторым образом сбилась в хронологии. Ну, понятно, это же изусное предание, оно не может быть абсолютно точным. И, видимо, исход-то был не в 15 веке, а в 13 веке, как раз тогда, когда мог править фараон Раамсес. Первый ли, Второй ли? Ну, а, собственно, Второй Раамсес правил, как мы знаем, в 1279-1213 годах до нашей эры. И он построил город Пи-Рамсес, то есть, буквально, дом Рамсеса. Ну, сразу скажу, это всё произношение чисто условное. Я знаю, что в египетском языке на написании нету вообще никаких гласных звуков, это чисто европейская реконструкция. Он мог быть и не Пи, а даже По, например, или Пы, бог знает. Но принято так. Пи-Рамсес, дом Рамсеса. И очень важно, что есть такая стелла знаменитая, фараона Мернептаха, Мернептаха Рамзесовича, то есть, сына Рамзеса, которая описывает подвиги Рамзеса II, в частности, она описывает важную кампанию, которую он провёл в конце XIII века, и там имеется довольно раннее упоминание народа Израиля. То есть, фараон бывал, точнее, войска фараона бывали в Ханаане, обнаружили израильтян и обозначили их. Это тот самый народ Хапиру, или Хабиру, или А-Биру. под которым египтяне знали израильтян. Ну, конечно, фараон на стеле приказал похвалиться, что народ вырезан под ноль, такого народа больше вообще не существует. Проблема Хабиру решена. Но это, конечно, как мы понимаем, выдавание желаемого за действительное е. Но, тем не менее, вот это стела Мир Нептах, она указывает на то, что, скорее всего, если уже Мир Нептах, то есть, после смерти своего отца он начал править в 1213 году нашей эры, значит, евреи, евреев он знал, как мы могли видеть, евреи ушли раньше него, то есть, возможно, при Рамзесе II. То есть, версия 14-15 века вообще не может рассматриваться. Во-первых, как мы видели, не бьются даты, причём не бьются на века. А кроме того, есть прекрасный сборник источников, это клинописный архив в Тель-эль-Амарне, или просто в Амарне. Там более 400 таблиц найдено. Это фиксация внутриегипетской военной переписки, дипломатической переписки на международной основе. И вот там нет ни единого упоминания о евреях в Египте вообще. Хотя собраны там очень важные документы и пленение и перемещение целого народа фараонский архив в Тель-эль-Амарне не мог не отметить. Однако, повторяюсь, ничего там нету. При том, что Тель-Амарнские письма прекрасно знают о том, что такое Хананская земля и о том, что в ней происходит за тем, что там происходит, внимательнейшим образом следили и фиксировали. Это было очень важное место для египтян. По понятным причинам. Это то место, где можно общаться, торговать или воевать со своими соседями. Поэтому Ханан был очень важен. И, конечно, это место торговли прекрасно. Да, там морские порты. Повторюсь, никаких следов евреев в это время в дипломатической переписке не существует. Мы знаем, что изгнание не могло произойти в 15-14 веках. Очень вряд ли это 16 век, то есть время изгнания гексосов. Это, как мы уже убедились, в общем, выдавание тоже желаемого за действительно очень серьезная натяжка. Там, единственное, конечно, что возможно египтяне, когда познакомились с евреями близко, вот они могли вспомнить гексосов, потому что они явно были им родственниками, пускай и не совсем близкими. Вот да, со стороны египтян, то, между прочим, могло быть несколько негативное отношение в этом смысле. И, кстати, оно было. Почему мы об этом можем говорить? Потому что термин хапиру, которым обозначали евреев, это был термин уничижительный. То есть, если кого-то хотели обидеть в переписке, говорили, ты поступаешь как хапиру, то есть, как еврей. Какие глубокие корни у этого мерзкого антисемитизма, однако, это шутка. Этих кочевников или полукочевников, которые были на неизмеримо более низкой ступени развития, чем египтяне, в Египте, как вы понимаете, не сильно жаловали. Подозреваю, их обзывали просто по наехавшими иногда. Но вот за тем, что происходит в Ханаане, следили крайне внимательно. Во-первых, по дороге в Ханаан была выстроена целая сеть укреплений, которые обеспечивали вообще все передвижение египетской армии через Синайский полуостров, через эту самую пустыню. Причем, чем более опасное место, тем теснее стояли крепости, тем лучше они были укреплены, а крепость всегда это база для лагеря, то есть, там, где войско может более-менее комфортно встать. Это некое укрепление, которое обеспечивает это все, и это всегда запас еды и питья, то есть, воды. Там колодцы, резервуары выкопанные, и там всегда содержались гарнизоны, которые постоянно имели связь друг с другом. Почему? Потому что эти крепости располагались на расстоянии дневного перехода, то есть, примерно в 25 километрах друг от друга, то есть, послать гонца можно было элементарно. И мы вот знаем отличный папирус конца 13 века, который говорит, что вот буквально мелочь мимо крепости проходит племя бедуинов, и из крепости сразу поступает письмо, что мы пропустили мимо себя племя бедуинов, которое двигалось отсюда туда и остановилось у нас, чтобы напоить стадо. То есть, видимо, было распоряжение конкретно этих бедуинов пропускать, но фиксация была железная. В 13 веке такой фиксации об исходе евреев мы не видим. Я, конечно, не склонен дословно доверять известиям о 600 тысячах человек. Это, конечно, чудовищное преувеличение. Я думаю, что если бы было нечто похожее, то хорошо, если бы мы говорили о 30 тысячах или там 60 тысячах, но это все равно орда, которую ханаанские крепости просто так не пропустили бы. То есть, должны были остаться какие-то свидетельства. Мы, конечно, можем сразу сказать, что ведь не все же архивы из Египта до нас дошли. Это правда, не все, но об этом чуть-чуть дальше. Самое главное о том, куда евреи собирались бы бежать бы во время правления фараона Рамзеса II или, возможно, раньше, веки в XIV. А самая соль в том, что бежать-то им было не особенно есть куда, потому что весь Ханаан контролировался в это время и египтянами. причем контролировался довольно жестко. Мы имеем конкретные источники о том, как из, кстати говоря, Иерусалима в Газу, это столица была провинцией, которая контролировала Египет, поступила просьба о том, чтобы прислать войско для того, чтобы урегулировать вопросы с буйными соседями. Войско вы упадете какого размера? 50 человек. То есть, 50 египетских солдат были способны решить какие-то проблемы, о которых печалился владыка целого города. Ну, что тут сказать? Скорее всего, если бы евреи сбежали из Египта в Ханаан, то есть в египетскую же провинцию, это как все равно, что если бы какие-нибудь американские сектанты из Техаса сбежали бы, скажем, в штат Алабама. То есть, сбежать-то они из Техаса сбежали, но сбежали ли они из США? Совершенно явно, что нет. То есть, мы должны отметить, что граница Египта и Ханаана четко контролировалась, да и сам Ханаан контролировался более чем четко. Конечно, не целиком, разумеется. В первую очередь контролировался торговый путь и побережье, то есть, собственно, порты. Вот порт Яфа, например, тот самый город, который теперь зовется Тель-Авив. Вот это все египтяне так или иначе контролировали. Да, причем, отсюда второй вопрос. А куда бы, собственно, могли поселиться наши евреи, которые покинули Египет столь скоропостижно, с такими приключениями чудовищными? Если мы посмотрим основные топонимы, которые мы имеем в Библии, то большая часть из них в описываемое время, то есть, во время поздней бронзы, она или просто не существовала, или представляла из себя очень маленькие, буквально ничтожные поселения, там, в один, два, три гектара. То есть, то, что вообще не может в себя вместить сколько-нибудь крупное количество людей. То есть, возможно, там, 500 человек, тысячи возможных человек в некоторых из них могло жить, а большинство, повторяюсь, в это время просто не существовали как факт, их просто не было. То есть, евреям некуда было бежать, кроме, повторюсь, крепостей, которые в это время контролировались египтянами. Тут мы, конечно, напарываемся на другую возможность, ведь нам же говорят, что они не пошли этой фараоновой тропой, потому что Бог сказал, что это опасно. Вот как раз мы понимаем, что все-таки некие отголоски действительности в этой саге есть. Они идут в обход через пустыню. И вот тут археология нам тоже очень сильно помогает, потому что новые методы изучения стоянок могут выявить очень мелкие поселения, буквально ничтожные и крайне недолговечные стоянки первобытных кочевников, которых археология в самом деле находит, она находит их довольно много. То есть, если люди остановились на какое-то время на некой территории и оставили там свои следы в виде хоть сколько-нибудь постоянных кострищ, в виде мусорных ям закопанных, в виде неизбежно разбитой потерянной выброшенной керамики, в виде сломанного инструмента, возможно, выпущенного стрел, то есть выстреленного оружия, археология сейчас это находит и фиксирует вполне уверенно, но мы не видим вообще следов кочевания какого-то крупного племени, или, возможно, нескольких племен, то есть несколько тысяч человек просто физически не могут не оставить по себе следов. Конечно, мы не будем всерьез рассматривать историю о том, что они аж 40 лет шарахались по этой пустыне, там, если очень талантливо подойти к вопросу, месяца два можно дойти, а можно и быстрее, если менее талантливо подойти к вопросу, но это все равно довольно долгое время пребывания. Несколько десятков тысяч человек безусловно должны были оставить серьезнейшие следы от своих стоянок. Их нет. И дальше, когда евреи приходят наконец уже к Ханаану, они сталкиваются с Эдомским царством. Эдомский царь отказывается пропускать евреев в Ханан, но приходится поставить на место, так сказать, взорвавшегося старшего коллегу, разгромить войско и пройти через Эдомское царство. Но в 13 веке Эдомское Нагорье вообще не было заселено на постоянной основе. Там не было никакого царства. То есть евреи просто физически не могли ни с кем там воевать, ни с кем вести переговоров и прорваться с боем. Там просто никого, там никто не жил, по крайней мере никто цивилизованный. Вот там как раз мелкие кочевые стоянки известны, а каких-то других следов населения мы практически не видим. То есть с Эдомом что-то тоже как-то эта история не очень сильно бьется. То есть нам важно отметить, что места, которые описаны в исходе, все они являются настоящими, но в 13-м, а тем более в 14-м и 15-м веке, как нам это говорит пускай косвенно Библия, они не могли являться тем, что нам описывают. А собственно что же нам описывают? Ведь не может же быть такая прорва топонимов, такая прорва этнонимов быть полностью выдумана. Тем более, что мы видим нет, они же не выдуманы. Дело в том, что скорее всего эта история была сконструирована. И сконструирована она была скорее всего в момент начала регулярной записи религиозных текстов в Израиле. То есть во время создания царства. То есть в 8-м и 7-м веках. То есть это то, когда уже есть точная письменность, есть кому писать и есть где писать. И вот собственно при чем тут Египет? Тут-то судя по всему вместе складываются две тенденции. Первая это древняя подлинная народная память о том, что когда-то предки израильтян в самом деле откачевывали в Египет. И в самом деле возвращались оттуда. И кстати говоря далеко не всегда они наверное возвращались мирно, потому что повторюсь это же кочевники, люди дикие по меркам Египта. Они могли там набедокурить например. Там какого-то уважаемого человека египтяне могли примучить или попытаться примучить. И возможно это еще и не раз происходило. То есть вот эта история она вполне выглядит подлинно. Это то, что люди могли запомнить и передать через века. Это такая настоящая народная память. Об этом могли какие-то былины слагаться, легенды и мифы рассказываться, песни наконец петься. То есть было на чем выстроить основу. при этом Египет в это время очень сильно ослабел. Если мы говорим о 7-8 веке. Вот у нас во-первых происшествие народов моря. Это 12 век. Это кризис так называемый так называемый кризис бронзового века. Точнее бы конечно сказать кризис средиземноморского бронзового века. Потому что именно средиземноморские цивилизации очень сильно пострадали. И Египет уходит постепенно из Ханаана. При этом не оставляя неких амбиций по его возвращению в Сибири. И там начинается столкновение. Настоящее столкновение интересов. Уже народившихся царств, которые вынуждены были лавировать между сначала одного единого царства, а потом и двух царств Иудеи и Израиля, которые вынуждены были лавировать между реваншистской политикой египетских фараонов и с другой стороны мощной экспансионистской политикой ассирийцев. А потом и вавилонян, естественно. Дело в том, что если после смерти Рамзеса и его сына Мир Нептаха так или иначе мощь Египет пошла на убыль и она довольно долго падала. Собственно, мы видим, как во время этого кризиса бронзового века вообще Дельта Нила пустеет и люди уходят по Нилу чуть дальше. Но, тем не менее, Египет как цивилизация сохранился и ко времени правления 26-й династии к времени правления фараона Псаметиха I это 64-й 610-й годы до нашей эры его сына Нехо или Нехо не знаю, как правильно говорить Нехо II 610-й 595-й год вот это как раз время, когда египтяне очень активно пытаются возродить мощь державы утраченную славу вернуть и вот эти и Нехо и его отец Псаметих они тщательно косплеили как мы сейчас сказали тщательно копировали поведение и политику более древних фараонов и вот тут-то они припомнили и историю с гексосами и эти самые кочевья из Ханаана и то, что они Ханааном-то когда-то владели и конечно вот тут-то они не могли не столкнуться рогами не с уже вполне окрепшими израильским иудейским царством иудейским точнее конечно в первую очередь иудейским царством и конкурентами с другой стороны эти конкуренты ходили через Ханаанскую землю взад и вперед и я думаю что не доставляли никакой радости собственно евреям а еврейская история в это время это история обретения уже фактически обретения единого царства о чем мы говорили в прошлый раз и это время которое требовало освещение этого единого царства некой идеологии потому что как мы знаем государства без идеологического аппарата вообще не существует как только появляется государство в полном смысле слова немедленно рядом с ним встает та или иная идеология и идеология освобождения в этот момент была чрезвычайно выгодна чрезвычайно более того понятно простым израильтянам простым евреям которым эту идеологию необходимо было транслировать ну а что они же видят вот пожалуйста эти паразиты египтяне которые уже тут которые столетия туда-сюда лазают пытаются претендовать на что-то ну а потом когда случился исход из вавилонского плена так извините во-первых отскочу назад какой там вавилонский плен иудеи же прекрасно видели как ассирийцы только что расправились с Израилем они же фактически его уничтожили потому что и часть причем значительная часть израильского народа была угнана в ассирийский плен а освободившись территории заселили выходцы из ассирийских областей собственно говоря Израиль так никогда и не восстановился я имею ввиду северное израильское царство потому что впоследствии его население иудеи называли вот тем самым термином самаритяне то есть это вроде как люди которые тоже принимают иудейскую веру и вроде как родственники но не совсем это все-таки уже в их понимании были чужаки они видели это и они видели что с ними сделали потом вилоняне то же самое они угнали их в плен и уже в самом плену когда собственно в рафинированном выраженном виде и создается писание и тем более после возвращения эта история так отлично наложилась на историю побега из Египта на историю обретения завета что они просто спараллелились потому что мы видим что завет-то по-настоящему вот в объективном строго историческом смысле иудея получила только после освобождения из вавилонского плена и по легенде завета евреи получили еще и после освобождения из египетского плена эта история просто очень напоминала друг друга и внезапное обретение некой книги которая потом стала называться второзаконием которую вдруг как-то так случайно нашли в храме чего просто не могло быть физически о чем мы рассуждали в прошлый раз это было отражение более давней истории а именно чудесного получения завета из рук лично бога на горе Синай во время бегства из Египта и вот мы бежали из Вавилона и точно так же получили чудесным образом завет поэтому эти истории должны были так или иначе легитимизировать друг друга поддерживать друг друга и идти параллельно друг другу вот видимо так произошла по факту эта сага об исходе из Египта потому что повторюсь каких-то вменяемых археологических данных об этом нет вообще и повторюсь пребывание народа в Египте такое время не могло не оставить следов бегство этого народа из Египта не могло не оставить следов ну и в конце концов этого народа нужно было куда-то прийти а приходить ему было некуда там город знаменитый Ерихон например который вроде как разрушили ерихонскими трубами использовав эффект резонанса не иначе он в самом деле был разрушен только он был разрушен задолго до появления там евреев вообще и он фактически в позднюю бронзу просто не представлял себя какого-то крупного поселения все штурмы которые описаны многочисленные штурмы которые описаны в этой истории а потом еще и дополнены чудовищные совершенно книги Иисуса Навина чудовищные по своей кровавости я имею ввиду они были в основном невозможны потому что в описываемое время то есть в 13 веке в Ханаане просто не было крепостей которые можно было штурмовать города не имели укреплений как правило вообще потому что эта земля контролировалась египтянами и порядок там обеспечивался причем как я говорил выше хватало 50 человек чтобы решить некие проблемы поэтому городам укрепления были просто не нужны в это время поэтому их и не строили это всегда очень дорогое удовольствие соответственно если бы евреи то в самом деле вторглись никаких штурмов не было бы скорее всего или вообще или по преимуществу не было бы но однако нам описали то что описали а описали нам прошу прощения историю никак не 13 и тем более не 14 века и тем более не 15 то есть вот тот возможный створ дат который мы знаем из библии и из внимательной ее корректировки нет следов этого нет подтверждений этому ни в археологии ни в аутентичных письменных источников не существует зато правда получился немножко пустоватый просто потому что нам не о чем было говорить когда археология ничего не находит и нечего показать это самое противное из всего поэтому вот так как нас нечего показать мы просто констатировали этот факт что история эта не могла происходить в описываемое время поэтому на сегодня все продолжаем следить за историей религии в следующий раз поговорим уже о вполне вменяемых временах развитого царства вавилонского плена и так далее и так далее и так далее собственно обретение завета на сегодня все всем пока до скорых встреч